Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Анжела Аганина. Я сейчас расскажу, кто я, но сначала я расскажу, о чем будет сегодняшний ролик. Ролик будет про тенденции 2024 и тенденции 2025. Что нас ждет в 2025 году, как все изменится, и что нужно сделать для того, чтобы виражи жизни выводили вас только в нужную сторону. Я Берегиня, занимаюсь сохранением наших культурных ценностей, сохранением наших традиций, рассказываю про различные практики, связанные с родом. Занимаюсь исследованиями в области бани, а еще более 10 лет я занимаюсь современным искусством. А вообще изучаю славянство и различные родопрактики тоже более 20 лет, и углубилась я в эти процессы очень-очень давно, и поэтому делюсь тем, что насобирала за эти годы. Как же связано вообще искусство и энергетические практики? Что же вообще общего? Как мне задают вопросы, ты ведущая женщина, либо ты художница? И сейчас я отвечу для многих, чтобы не возникало больше никаких вопросов. Любой творческий человек обладает силой. Посмотрите, далеко ходить не будем, посмотрите на предметы искусства, которые более сотни, а то и несколько сотен лет привлекают взгляды, умы, чувства нас, людей, чтобы посмотреть. Мы ездим в Третьяковку, ездим в Эрмитаж, чтобы посмотреть на картины великих людей. Почему так происходит? Да потому что в них была та самая сила, творческая сила, и на сегодняшний день люди творчества являются людьми силы. Именно поэтому для меня ведущая женщина и творчество – это одно и то же. Знаете, 2024 год стал кульминационным для многих. В этом году происходит некий раскол, распад, но кто-то отваливается, кто-то, наоборот, набирает вес и набирает обороты, и это очень непростой год, это год воплощений ваших прошлых начинаний в реальность. Всё, что вы творили тогда, когда-то, вам прилетело как хорошее, так и плохое, как люди из прошлого, может быть, какие-то ситуации, события, потому что этот год показывает, чего вы действительно достигли. И если у вас в этом году были трудности, например, по разным сферам, по сфере здоровья, отношения, денег, что угодно, посмотрите на это с точки зрения, что вам пространство показывает ваши точки роста, над чем нужно ещё доработать. Те, кто в этом году пошёл в успешный успех и в развитие, те точно, значит, прошлые года как-то хорошо проработали себя, в первую очередь, себя и свои внутренние проблемы. Поэтому этот год, как его называют кармически, я терпеть не могу это название, я бы сказала, это год перехода. И переход закончится в 25-м. То есть сейчас начало таких тенденций, когда мы обретаем нашу внутреннюю силу, наши корни, наши истоки. Именно поэтому я последний год усердно была сосредоточена на том, чтобы рассказывать про наши ценности, про наши традиции, про нашу культуру, про наш род, потому что это год вспоминания своих корней, своих истоков, своего фундамента, из чего мы состоим. Отказ от родовых корней, а сейчас он происходит в каком-то таком масштабе, вся эмиграция. Люди, эмигрировшие из России, они 100% люди, которые отказались от своего рода, потому что слово род, это не только наши родители, наши мамы, папы, бабушки, дедушки. Это ещё та земля, на которой мы живём. Не зря на Руси существовал, например, такой обычай, когда человек шёл в далёкое путешествие, только в путешествие он брал с собой горсточку земли из родного села, из родного дома, чтобы она его охраняла. Многие знают про этот обычай. Вы представляете, насколько сила земли, там, где родился, там и пригодился, это как раз вот про это, про родовую землю. А те, кто эмигрирует из своей страны, они являются теми людьми, которые энергетически себя обрубают от своих корней и остаются, так сказать, без родовой поддержки, без родовой силы, без финансового потока. Вы подумайте сами, сколько эмигрантов вы знаете, которые достигли какого-то успеха вне родины. В основном эмигранты, которые достигли какого-то успеха вне родины, они его достигли на родине, а потом уже уехали. Ну, то есть, вот какие-то такие процессы. То есть, родовая земля, там, где родился, она несет огромный сакральный смысл. Именно поэтому я сейчас активно поддерживаю позицию по сохранению наших исторических, культурных ценностей. И я рассказываю об этом, я рассказываю, как стать берегиней. И, кстати, я сейчас абсолютно бесплатно запустила курс берегини тех женщин, у кого мужья находятся, военные РФ на СВО, для у кого сын находится, например, военные РФ на СВО, они могут зайти ко мне в курс совершенно бесплатно, потому что для меня важно, чтобы женщина сохраняла традиции и могла помочь своим близким. Если вы являетесь такой женщиной, зайдите ко мне в телеграм-канал и напишите мне в личку, я вам дам доступ на курс. Все остальные женщины, в зависимости от условий, я иногда делаю скидки матерям-одиночкам. Это тоже для меня важно, такая поддерживающая история женщин. Тенденции 25-го. Что же нас ждет в 25-м году? 25-й год будет кульминационным и ключевым. И в этом году, если вы действительно будете опираться фундаментально на свой род, на свою силу, на свои внутренние ценности, убеждения, тут очень важно не получится пройти между, как-то вот между. То есть тут будет либо да, либо нет. Либо внутренние ценности, либо ты вот предаешь саму себя. Вот 25-й год будет прям показательным, показательным для самого человека. Если человек с ценностями и с внутренними убеждениями не определился, у него пойдет прям по всем фронтам разного рода отрубание. Так что, если вы что-то делаете, делайте это, пожалуйста, с внутренней позиции любви, с ценности, самоценности в первую очередь. И уже тогда вы сможете донести ценность другим людям. А еще в 25-м году я уверена, что многих тех, кто начал вспоминать свои корни, начал немножечко углубляться в какие-то свои внутренние исторические контексты, почему я всегда говорю, дорогие мои, узнавайте ваше родовое дерево. Смотрите вглубь. Когда вы просто направляете фокус, внимание на ценность вашего рода, он усиливается уже. Для этого не нужно делать чистки рода. Пожалуйста. Вы не боженька, не нужно делать чистки рода. Нужно хотя бы в него посмотреть, вспомнить, кто за нами стоит, поблагодарить их, и вы тем самым будете усиливать род. И те, кто будет идти, так скажем, со своей родовой тенденцией в гармонии, у них 100% будет и успех финансовый, и если люди захотят и проявления, и как бы отсутствие страхов, да, идти вперед. Потому что все эти страхи, они как бы, ну, сейчас будут отваливаться. Они из прошлого. Они не наши, они из прошлого. И сейчас, в 25-м году, все будет налаживаться в лучшую сторону. Хорошие женщины из России, я считаю, что вас ждет большой успех, если вы обратитесь к корням.